Привет, меня зовут Анна, мы с вами продолжаем изучать русский язык и сегодня мы говорим про непроверяемый безударный гласный. Для начала мы с вами сегодня вспомним, что такое безударный гласный, как мы его можем проверить, а после этого поговорим об обозначении непроверяемых безударных гласных. Ну что, для начала вспомним с вами, что всего в русском языке 10 букв для обозначения 6 гласных звуков. Букв 10 А, У, О, Э, И, Я, Ю, Ё, Е, И. А вот звуков всего 6. А, О, И, Э, У, И. И в связи с этим бывает так, что у нас гласный, который находится в слабой позиции, плохо слышен, безударный гласный, может вызывать сомнение, какую букву писать. Например, писать Е или И, писать А или О. Ну вот об этом мы с вами и говорили на прошлом уроке, и говорили о том, что если буква гласного вызвала сомнение, ты ее немедленно ставь под ударение. То есть для того, чтобы проверить слово, например, трава, мы с вами говорим трава одна, много травы. Мы ставим этот звук под ударение, подбираем такое слово, которое называется проверочным словом. Проверяем букву, которая у нас вызывает сомнение. Если у нас проверяемое слово волна, мы говорим волна одна, много волны. Подбираем проверочное слово волны, мы четко слышим волны. Ударный звук обозначается буквой О, поэтому в слове волна тоже будет буква О. То есть то же самое со словом болит. Проверяемое слово болит. Как можем проверить? Боль, мне больно сказать. То есть буква наша в проверочном слове стоит, этот звук, под ударением. Буква обозначает ударный гласный. Обозначается буквой О, значит в слове болит тоже будет писаться буква О. Но у меня для вас небольшое задание. Вот у меня есть слово ворона. Мы его проверяем. Можно ли подобрать к нему проверочное слово? Попробуйте, остановите видео, подобрать проверочное слово к слову ворон. Но слово ворон, сразу скажу, будет не совсем верным. Это слово у нас является непроверяемым. Так называемым словом с непроверяемым безударным гласным. Что же нам делать, если мы не можем проверить безударный гласный в слове ворона? А мы можем, все-таки можем проверить, но не подбирая проверочное слово, а воспользовавшись специальной книгой, по которой мы можем проверять написание букв, вызывающих у нас затруднения. Это орфографический словарь. Я надеюсь, что он у вас у всех есть. Если нет его в обычном бумажном виде, то, возможно, есть какая-то ссылка в интернете. Ну, вот один из словарей, который используется очень часто на уроках. Я его тоже использую, своим ребятам рекомендую. Словарь Ушакова. Орфографический словарь для школьников. Там довольно-таки много различных слов, которые наиболее часто употребляют младшие школьники. И вот по нему мы можем проверить написание слова с непроверяемой безударный гласный. Обратите внимание, да, вспомните, когда мы говорили про алфавит, мы сказали, что алфавитный порядок слов используется в словарях. Чтобы воспользоваться орфографическим словарем, точно так же найти и проверить написание слова ворона. Мы должны слово ворона искать на какую букву? Конечно, на букву В. Мы будем с вами искать ворона, да, там, где у нас будут первые буквы В и О, да. Но если сомневаетесь, вторая буква О или А, посмотрите и там, и там, да. Ну, поищите. Мы с вами выполним сейчас задание как раз на написание непроверяемых слов. Слов с непроверяемым безударным гласным. Для этого мы садимся с вами ровненько. Помним, да, что наша посадка очень влияет не только на наш почерк, но и на результат нашего труда. Локоть, пишущий руки на парте. Тетрадь под наклоном. Но сегодня у нас будет необычная тетрадь. Сегодня нам нужно взять с вами новую чистую тетрадочку, потому что эта тетрадочка будет нашим с вами словариком. Дело в том, что не всегда мы можем с вами держать под руками словарь для того, чтобы проверить, как пишется то или иное слово. И в связи с этим в школе, да, в каждом классе у вас будет определенный набор слов, который вы должны выучить, написание которых вы должны запомнить. И именно для этого мы будем с вами использовать наш словарик. Я предлагаю вам взять самую красивую тетрадку, которая вам просто очень-очень нравится, да, чтобы там была любая обложка, хоть единороги, хоть самолеты, что угодно, на ней было нарисовано. Просто это должна быть красивая, да, такая толстая довольно-таки тетрадочка. Мы в этой тетрадке будем не только писать, но еще и рисовать. Эта тетрадка может быть как в линейку, так и в клетку. Вы выбираете все сами. Возьмите, включите фантазию, как можно больше воображения, да, и выполняйте в этой тетрадке такие задания, которые бы помогали, выполняйте рисунки, да, которые помогали бы вам запоминать написание тех или иных слов. Если у вас такая тетрадочка уже появилась, она перед вами, давайте выполним первое задание. Сегодня у нас с вами довольно-таки большой список слов. Давайте их прочитаем. Лисица, сорока, воробей, ворона, собака, петух, заяц, корова, медведь. Что объединяет все эти слова? Ну, конечно, это название животных. Для этих слов мы с вами выделим отдельную страничку. В этой тетрадке можно, чтобы она была первая, да, первая страничка с названиями животных. Итак, мы с вами будем выполнять задания с этими словами. Нам нужно записать названия этих животных в словарик, разделяя их на слоги, эти слова, выделяя в них ударение, выделяя ту букву, которую нам нужно запомнить. Вот эти три пункта мы с вами выполнять будем всегда в словарике. Делим на слоги, ставим ударение, выделяем букву, которую нам нужно запомнить. Вот посмотрите, у меня есть образец первого слова, первое слово лисица. Обратите внимание, что я его записала так же, как у меня здесь на доске, но я букву И в первом слоге выделила, потому что здесь непонятно, лисица или лисица, да, я должна написать. Это слово я не могу проверить, мне нужно его написание запомнить, поэтому я его записываю к себе в словарик вот именно таким образом. Кроме этого, я ставлю ударение на второй слог. Я спрашиваю, лисица, да, или лисица, то я выделяю голосом второй слог, именно поэтому над буквой И у меня стоит знак ударения. Вот таким образом вам нужно записать все эти слова, все слова, которые обозначают здесь животных. Вы записываете, можете в хаотичном совершенно порядке, да, разбросать по странице эти слова, как вам нравится. Остановите видео, чтобы выполнить это задание. Ну и если вы сделали его уже, да, предварительно видео остановив, давайте проверим. Итак, лисица, да, мы уже посмотрели, да, как нужно записать. Сорока у нас безударный гласный О в первом слоге, второй слог ударный, всего три слога. Воробей тоже три слога, у нас безударный гласный даже в двух первых слогах, да, первая и вторая слога, ударные гласные в третьем слоге. Ворона мы уже, да, с вами тоже сказали, безударный гласный О в первом слоге, второй слог ударный, всего три слога. Собака. Тоже три слога. Ударение падает на второй слог. И в первом слоге безударный гласный О. Петух. Здесь всего два слога. Первый безударный, второй ударный. Это видно. Заяц. Тут наоборот. У нас первый слог ударный, второй безударный. Мы выделяем букву Я. Корова. Три слога. Второй слог ударный, первый слог безударный. Нужно запомнить зеленым цветом выделяем. Медведь. Два слога. Второй слог безударный. Второй слог ударный. Первый безударный. Букву Е мы с вами запоминаем. Если вы выполнили все точно так же. Сравнили со словарем. Если вдруг забыли какую-то букву. Выдели. Возьмите зеленым цветом. Карандашиком выделите ее все-таки. Или подчеркните. Перепроверьте еще раз написание этих слов. Наша задача с вами запомнить, как они пишутся. Выучите. Но чтобы сделать это проще. Я вам предлагаю взять цветные карандаши. И нарисовать этих животных. Вы можете нарисовать их в каком-нибудь, например, волшебном лесу. Может быть у вас ворона будет не просто обычной вороной. А какой-нибудь вороной волшебницей. А медведь, он будет не просто стоять, да, около дерева, да, а сидеть и есть мед, как Винни-Пух. Проявите свою фантазию. Постарайтесь сделать так, чтобы ваши слова, да, в словарике вам запомнились, въелись, да, в вашу память. Чтобы когда мы будем встречать такие слова в текстах, вы спокойно их могли вспомнить, могли вспомнить их написание и не сделать ошибки. Ну и если вы это уже все сделали, вы большие молодцы. Это вам здорово поможет. Пятерку, я думаю, что вы можете себе поставить даже прямо в словарике. Ну а мы подводим итог. Сегодня мы говорили про безударные гласные, а также обсудили непроверяемый безударный гласный. Сказали, что его мы можем проверить в орфографическом словаре. А также сказали о том, что у нас есть определенный набор слов, которые мы должны с вами запомнить. Да, в каждом классе этот список будет пополняться. И те слова, которые мы записали сегодня в словарик, это еще не все. Мы будем их добавлять, да, к этому списку еще новые-новые слова каждый урок. Поэтому не убирайте свою тетрадочку далеко. Ну а у меня на этом все. Спасибо вам за внимание и до встречи на следующем уроке. Спасибо. Спасибо.